Здравствуйте, дорогие друзья! Я Люба Балагова, основатель и президент российско-британского международного кинофестиваля СИФА. Снова приветствую вас! Сегодня у нас в гостях потрясающая женщина, очень известный российский кинопродюсер, которая также известна у нас в Британии. Сейчас поймете почему. Наташа Иванова. Наташа Иванова – это та самая известная леди, продюсер, которая работала с нашей Верой Глаголевой, нашей всеобщей любимой Верой Глаголевой. И благодаря Наташе фильмы Веры вышли за рамки «Бианд», как говорится, России. И, например, фильм «Две женщины» был показан в Великобритании. Но прежде всего, самое главное, то, что этот фильм был снят как российско-британский ко-продакшн. И в этом фильме снимался икона британского кино и театра Ральф Файнс. Дорогая Наташа, я вас приветствую. Я тоже вас приветствую. Хелло, Лондон. Мои лучшие желания из Москвы. Я очень рада, чтобы мы видеть, и это очень важно для меня. Спасибо огромное, Наташа. Наташа является членом очень многих разных важных организаций, которые представляют кино. Вот гильдия российских кинорежиссеров, Союз кинематографистов, Европейская киноакадемия, Евразийская академия телевидения и так далее. Но самое главное, что делает Наташу известным продюсером, это то, что у нее нет неудачных проектов. Все ее проекты, они, в общем, получают огромное количество наград. И благодаря, так сказать, Наташе во многом мы увидели то, что увидели этот замечательный фильм «Одна война». Потому и тема сегодняшняя называется «Одна война до и после». Но до того, как перейти к вопросам, я хотела бы вот что сказать, Наташа. Мартин Скорсези не прерывал связи со своими зрителями. Наташа, недавно, например, он поговорил со своими поклонниками через BBC. То есть он постоянно оставался видимым и слышимым. А недалече, как вчера, Кен Лодж через Guardian Life с нами разговаривал, общался и рассказывал о том, как он вообще видит, что происходит в локдауне, что происходит с кино. И есть ли вообще кино в локдауне? Можно ли говорить о существовании какого-то производства и вообще какой-то творческой работы в период локдауна? Все-таки эффект очень серьезный был. Как это все происходит в России и что бы ты могла об этом сказать? Спасибо, Люба, за представление, за все, что... И за твое отношение лично ко мне, к Вере и к нашим картинам. Я хотела бы сказать, что в России тоже наступила такая большая пауза, которая вот уже больше трех месяцев. Как бы мы все стоим на паузе. Кинотеатры у нас пока не работают. Нам обещают, что кинотеатр откроется с 1 августа. И, конечно, мы понимаем, что это коронавирус и связанные с ним ограничения нанесли очень серьезный удар по киноиндустрии. Мы понимаем, что прокат авторского кино, а наша компания занимается авторским кино, на сегодня отодвинут, я вообще сейчас не понимаю, на какие сроки, потому что даже для блокбастеров, которые должны выйти по расписанию, не хватает времени. Не хватает места. И понимаем, что количество зрителей будет ровно на две трети меньше, чем это было всегда. Вот для нас это известие очень печальное. И, конечно, все теперь понимают, что лучшее, что может произойти, это как-то отработка платформ, чем интернет-платформ. Потому что сегодня это доступно. К этому уже привыкли многие зрители наши, кстати, в том числе и я. Я дома смотрю на большом экране с хорошим звуком. И, в общем-то, как бы вполне, вполне. И поэтому не знаю, как сложится наша судьба, но будет непросто. Это я понимаю. Ну, хорошо. Я поняла. Однажды ты слушаешь или смотришь какую-то программу и потом ходишь, проводишь счастливым. И вот я, находясь в локдауне, собственно говоря, пыталась создавать ощущение того, что наш кинофестиваль жив, тем, что я показывала онлайн-фильмы и сейчас показываю. И вводя вот такие, введя, это совершенно новая для нас онлайн-зум-программа. Мы встречались с художниками, с кинорежиссерами, поэтами и так далее, и собираюсь это далее делать. Ну, понимаешь, вот иногда что-то такое посмотришь, да, вот сейчас, например, на Каннском кинофестивале, что происходит, и целый день ходишь, улыбаешься, потому что вот ты какой-то заряд эмоций получил. Это же все-таки кино, да, это то, что сейчас люди мало читают, а экран, это, собственно говоря, это все сегодня. Поэтому, ты понимаешь, к чему я веду эту тему? К тому, что, к тому, что ты, твое творчество составляет для нас такое счастье. Мы имели вот такое счастье посмотреть «Одну войну», и потрясающе мы получили рецензии, и мы к тебе еще раз обратились, чтобы еще раз этот фильм посмотреть. Я хотела бы, Наташенька, чтобы ты вспомнила, если ты сможешь, как мы впервые встретились, ты, Вера и я. Ну да, я помню. Это был 2015 год, да? Да. Каннский фестиваль, 2015 год, «Русский павильон», правильно? Русский, ну совершенно верно. Да, «Русский павильон», и в углу стоял рекламный щит с названием мероприятия, вот этот фестиваль в Сочи. И все, на самом деле, ничего не понимали, потому что мы знали, что в Сочи у нас существует фестиваль кинотавок, и что это за фестиваль российско-британский, как-то было совсем непонятно. И в одно какое-то мгновение Вера исчезла из моего поля зрения. Я повернулась и заметила, что она как раз разговаривает с тобой в это самое время. И потом она подошла ко мне и сказала, что вот это, познакомимся, это Люба. Люба проводит фестиваль Сочи, она приглашает меня быть представителем жюри, по-моему, да, первого? Совершенно верно. Я говорю, Вера, ну что это за фестиваль, ты ничего не знаешь, совершенно незнакомый тебе человек. И ты как-то сразу открываешь. Я говорю, ты что, дала согласие? Она говорит, ну да, так решительно, значит, даже с каким-то вызовом таким. Я сказала, ну смотри, я ничего не знаю, я про этот фестиваль ничего сказать не могу. Вот совершенно верно. Состоялось ваше знакомство, и с тех пор она всегда была на вашем фестивале, то у жюри, то просто членом, то у гостя, это было не так долго, но все-таки она, вот это одна из ее черт веры, тогда, когда она очень открыто относилась к людям, вот с доверием, с большим доверием. Вот она тебе доверила себя, если так можно сказать. И с этого момента я тоже доверила себе и поверила себе, потому что это как раз тот момент, когда я сказала, Вера, вот есть вот такая концепция, да, очень решительно, конечно, я сказала, а что тебя в кино, как тебя в кино вообще привело? Я говорю, ну я литератор, я не из мира кино. Она говорит, ну и что? И я не из мира кино пришла в кино. Вот для меня, ну мы же обычно не изучаем биографии, да, вот я обычный зритель. Конечно, если она легендарная актриса, великолепная актриса, то я уже предполагаю, что она закончила или там в ГИК, или в ГИТИС, или еще что-то, да. А она говорит, нет, я спортсменка на самом деле, и я просто снялась в кино, а потом просто сняла кино. Ну, вот так, и вот это доверие... Я, кстати, тоже, не профессионального кинообразования, я закончила Московский институт стали и сплавов, но потом поняла после его окончания, что я как бы решительно ошиблась в выборе будущей профессии. И пошла, так сказать, сама напросилась, сама себя предлагала в кинотеатр и так далее. И вот так началась моя карьера, это было в 1983 году. Вот с тех пор я... Я хочу сказать, что для наших зрителей, да, и слушателей, вот с этого момента начинается история нашего кинофестиваля, когда она соглашается стать председателем международного жюри. И мы получаем такую солидную от нее поддержку. И она не просто становится председателем жюри, да, международного, но она начинает всем звонить и говорить, и говорит, конечно, вы должны приехать, конечно, вы должны поддержать. Но это же российско-британский кинофестиваль, это новая идея, это новая концепция. И потом я должна к этому добавить, что, Наташа, ты говоришь, что ты неправильно выбрала, ты поняла, что неправильно выбрала профессию, но я в своей жизни впервые встретила женщину, продюсера, такого мощного, так сказать, такой мощной энергетики, понимаешь? И все фильмы, которые впоследствии делала, до этого делала, естественно, Вера, конечно, это без твоего очень серьезного участия не обошлось. Ну, ты это все вела, и поэтому тебе, конечно, огромное уважение и любовь. Я с тобой на «ты» разговариваю, потому что мы с тобой давно дружим, и мы с тобой договорились. И здесь, конечно, Вера может быть, да, с первого слова она меня приняла, царство и небесное, спасибо ей огромное, я знаю, что она рядом, я ее чувствую, но она также отнеслась с огромным уважением к Мохе, когда я сказала, что в кино меня привел Мохе, мой супруг, который в 70-х годах уже снимал фильм в Голливуде, он мой партнер по созданию этого кинофестиваля, и он же best-selling author, best-seller, и я их познакомила, и у них сложилась сразу любовь, вот с первого взгляда. И вот сейчас, когда мы посмотрели этот фильм, Мохе мне позвонил и сказал, что он не мог спать, настолько этот фильм «Одна война», он не ожидал, он раньше не видел этот фильм, и какое потрясающее впечатление на него этот фильм произвел. Спасибо. И вот здесь, Наташа, с твоего позволения, я должна передать слово Мохе. Мохе, я просто... Я понял, я понял, я понял, пожалуйста, вы можете сказать «hello» к Наташа, и сказать что-то что-то вы хотите сказать о фильме. Вот сейчас, один вопрос. Ну, ну, Наташа, я хочу прожать с тобой, и Thank you for the whole team, for making such an amazing, amazing film. You know, to describe this film is beyond me. A filmmaker friend of mine from the UK, Boris Novak, wrote to me after seeing the film on Sifa Channel. And he said, he was actually thanking Sifa for giving him the opportunity to see such a great, for him, new Russian film, and the work of a great director. One of the words he used was, the film was a feast. Feast in an English expression means that it has everything. It contains everything that makes it true entertainment. Любочка, ты для Марины переведешь? Переведу. Мариночка, у тебя нет наушника? Хорошо, поняла. То есть... В двух словах. Да, что это потрясающе. И один его британский коллега ему позвонил и сказал, что это фильм, Fist, так англичане говорят. Это значит, что здесь есть все. Не переводите, я поняла. Спасибо. Потом о вас еще скажу, Мариночка. Соли, Мариночка. Соли. Соли. Я не знаю, если другие люди видят эти вещи. Когда я смотрю на фильм, я смотрю на фильм с другими глазами, как многие из наших гостей здесь, которые участвуют в фильме. Я смотрю на технические вещи. Я хочу узнать от каждого фильма. The lighting, the setup, the decor, the use of music and how it supports the film or doesn't support the film. And so my impressions of Adnavayna might be different from other audiences. The use of symbolism to me was amazing. I saw it. Maybe I'm the only one who saw them. Maybe Vera did not intend to put those, what I call symbolisms, in the film. Maybe they happened by accident, or maybe the editor was clever. For example, there is a dog in the film, chained with a chain. He's tied to the chain, and he is continuously barking, non-stop, barking, barking. We don't know what he's barking at. We don't see what he's barking at. To me, a barking dog, in the places where Vera put this scene, is a symbol of discontent. Discontent with what? With the system. And this was a powerful symbol for me. The other really beautiful symbol I saw at the very end of the film, this amazing panoramic shot, which was really incredible. With the boat, ten women, the ten convicts, and their children are on this boat. And this boat is going towards a new destination. We, the audience, know what the destination is. But nine of those women don't know. It almost becomes a symbol of hope for those women. It's an image, which is really powerful. We know that they're going to Siberia. They're not going to a better place. But still, the shot made you, made me feel there is hope. It's a personal fee, I mean, it's a personal impression. There's a lot I can talk about the film. But I will ask you to stop there, because we have only one hour. I'm going to give back again. Thank you so much, Mohi. My colleagues, did you understand it or do you need to translate it? Well, I, in principle, everything I understand. I just want to say that, and Mohi knows, and everyone who is doing кино, knows, that everything starts with the scenario. And here we have a scenarist, Marina Sassina, who, in fact, all started. And when the scene of the scene of Marina came to us, and Vera watched it, she called me and said, you know, you know, you know, I have to cry all night, I should have to take it to the cinema. So that's the story. But Marina will tell you about the story, if you want to. I mean, before we were to give it to the story, then, as a scenarist, I with great respect, it's important. But, on the other hand, I want to make an accent on what Mohi said. There were some details and symbols, which were both consciously or subconsciously, and very important, and very important. момент, на котором важно сделать все-таки акцент, потому что Мохе это заметил, это замечательно, это лающая собака, где он говорит дисконтент с существовавшей тогда. То есть вот эта лающая собака, она передала может быть только же в метафорическом таком знаковом смысле, да, а не в соединении вот это дисконнекшн и непонимание, дисконтент, то, что он говорил, между существующей, правящей властью и вот бедственным положением вообще реальной ситуации. И вот этот момент, конечно, он очень важен. И теперь я хочу передать слово значит, госпожа Исасина, это сценарист, Мариночка, да? Я здесь, я здесь. Приветствую тебя, спасибо огромное, что ты здесь сегодня с нами. Спасибо, что пригласили. Мохе, thank you so much for your kind words. Дальше я скажу по-русски, потому что... Я знаю по-русски. Я знаю, что вы меня понимаете. Или делаете, что понимаете. Нет, понимали. Понимали. Я тоже понимаю. Я должна ответить на вопрос или рассказать об истории? Что надо сделать, Люба? Как вы предполагаете? Я хотела бы, чтобы ты очень коротко сказала два слова о сценарии, да? Каким образом сценарий попал к вере и какое отношение для тебя, вот, когда ты пишешь сценарий, насколько ты обращаешь внимание. Вот я поэт, поэтому я пишу символами. Для меня это чрезвычайно важно. Но насколько он у тебя плейн или насколько он полон всяких метафор. Вот, пожалуйста, кратко, четко. Спасибо. Хорошо. Ну, во-первых, то, что Мохе понял и увидел символизм этой истории, она была заложена в сценарии, и он прочитал все символы ровно так, как они были, как они и предполагались. Вот, поэтому то, что они сохранились в фильме, это прекрасно, и это, как сказать, огромная заслуга веры в том, что она заметила эти символы, отметила их, протянула через картину и сделала это настроением этого фильма. Что касается всего фильма, как он попал к вере, история была долгая, у фильма долгие корни, поэтому, прежде чем он попал к вере, прошло 10 лет. Да, я не буду пересказывать предысторию, но скажу коротко, о чем фильм, в общем-то. Тот посыл, который и я, и Вера, и Наташа, то, что мы хотели передать зрителю. Оккупация, в которой остались примерно 40% людей в нашей стране, в количественном выражении это 70 миллионов по версии Сталина и 84 миллиона по неофициальной версии. Из них, из этих людей погибли, опять же, по данным Министерства обороны, 13 миллионов 700 тысяч. Вот наш фильм о том, что, об этих людях, которые были не героями войны, но ее жертвами, и о том, что война это ужасное зло, которое не должно повториться. Вот. Часто спрашивают, что в этой истории документально, что в ней вымышлено. Я хочу сказать, что это не документальная история, конечно. Вот. Однако, она действительно, как и написано в начале фильма, она основана на реальных событиях. Вот. Кроме того, скажу о том, что, опять же, задает вопрос о том, сколько в ней авторского вымысла. Опять скажу, что все авторский вымысел, но я приравняю этот авторский вымысел к авторскому обобщению, который, и опять же, поясню, почему. Потому что история пяти героинь, это история, биография каждой из них сложена из множества историй, произошедших в то время на оккупированной территории с такими же, как они, женщинами. История двух сотрудников НКВД, это тоже история, которая была и могла состояться в то время в этой стране. Поэтому это не только дань конкретному эпизоду этой войны, это память о тех, кто прошел войну в оккупации, пережил ее, и память о тех, кто ее не пережил. Могу продолжать, но, наверное, нет времени. Спасибо большое. Ты хочешь что-то сказать, Наташа? Так, звук. А, простите. Я хочу добавить от себя, что эта история имеет еще отношение к вере, как к истории, трагической истории ее семьи. ее дед был арестован в 1937 году и расстрелян, а ее мать сослали как врага народа в Казахстан. И вот эта история, как бы вот, тоже это было ее высказывание, вот, по поводу, это была ее такая боль, которую она вот в картину привнесла. Я хочу добавить, что и к моей семье это также имеет отношение. В одной из историй, во-первых, мои родственники пережили войну в оккупации, и в истории главной героинь, одной из героинь фильма, которую сыграла Анна Нахапетова, есть часть истории моей семьи. Прадед, брат моей бабушки погиб во время налета советской авиации, когда освобождали город Орел. И ни моя прабабушка, его мать, ни члены моей семьи никогда не осуждали и не говорили, что это так. они говорили, одна война. То есть, одна война это тоже личная история и история тех, кто был, как и мои родственники, на оккупированной территории. Замечательно. Спасибо. Мохи, do you need a short translation? Shall I ask Maya to... Well, no, it's not needed, but I raised a question and I don't think I got the answer. You actually got the answer. About symbolism. Were they in the script or were they... It was in the script. It was very important and she thanked you, Marina, you were saying that actually Mohi, you understood it exactly how I put it there. Fantastic. Thank you for that and another very important thing in case you didn't hear it, that this story as it is, it didn't happen right there, but partly it was happening in different places. So she connected this all and the other important thing to say is that basically Natasha added to the story that it it is a bit of Vera's family story. Her grandfather and her mother were sent to the camp. So this is a bit of that and also Marina added to that that also it is so it is a very touching story. It comes from the family side and basically this was happening at that time in the USSR. И я сейчас хочу также обратиться к Мартину Кимберу, который вообще очень для меня уважаемый друг и друг нашего кинофестиваля. Это благодаря ему мы сблизились, стали довольно близки с Челтоном и благодаря ему во многом гости из Челтона в этом году прилетели в Сочи, не в этом году, в прошлом году, прошу прощения, и они прошлись по Сифо Красной Дорожке, что очень было для нас знаменательно. И в этом году эта война, одна война должна была быть показана именно в Челтонаме. Челтоном поддерживал нашу программу празднования 75 лет нашей победы, поэтому я не могу не дать Челтонаму в лице Мартина слово, может быть, Мартин хочет что-то сказать или спросить, дорогой Мартин. Ты понимаешь, что я сказал, Мартин? Да. Так, бы ты хотел сказать... А, окей, ты еще слушаешь. Хорошо, извините. Любаш, ты должен сказать, что Челтонам это город. Город Челтонам. Попротив. Это город Попротив, Сочи. Это два таких города. А сейчас Мартин все скажет. Он у нас... Хорошо, я могу читать мой вопрос или комментарий? Да, пожалуйста. Попротив. Попротив. Я смотрю One War the other день, это первый раз я видел any movie по этой программе. И вообще afterwards, я смотрю на various reviews of the film. And one criticism of the film which which I sound is bad. something happened happened with the sound. It's okay, it was an alarm on my telephone, sorry. I read one criticism of the film which observed that the reviewer thought the kids seemed too healthy. They had very clean clothes. They were generally well behaved. actually I thought it helped cement the relationships each of the women had with their own children. Even when some of these mothers had become mothers reluctantly or by force. So this symbol that Mohi was talking about, this symbol of a fundamental human truth for me helped accentuate the ongoing pain that we all knew was inevitable. We all anticipated that really. And just another comment. I thought the accompanying musical score was beautifully positioned to help the emotional shades of this particular movie. So that's my comment. me very nice that Moe and Martin are talking about music in the film, really played huge role. I say a few words about him. He lives in St. Petersburg. He is Сергей Петрович Баневич. Это очень уважаемый композитор. У него есть оперы, балеты. То есть он такой классический композитор в лучшем понимании этого слова. И он всю жизнь дружил с Верой. И Вера дружила с ним. И считала его практически своим отцом. И помогала ему всегда. И музыку ко всем фильмом Веры, включая две женщины, писал Сергей Петрович Баневич. Он будет очень рад и счастлив. Я ему сегодня же позвоню и расскажу, что был мост с Лондоном. И вы это отмечали. Спасибо. Спасибо большое. Маечка, там еще вопрос. Ты переведешь или я попытаюсь? Да, я прочитал. Я посмотрел фильм и очень его оценил. Но после этого я читал некоторые отзывы. И вот в одном из отзывов прочитал, что автор считает, что в фильме дети слишком как-то выглядели здоровыми, что одежда была чистая слишком и как-то все, и дети как-то себя слишком хорошо вели и так далее. Но я на самом деле думаю, уже говорит Мартин, что это наоборот только лучше помогло показать взаимоотношения между этими женщинами и их детьми. И даже в тех случаях, когда некоторые из этих матерей, они в общем не планировали стать мамами. Вот. И мне кажется, что этот символ некоторой основополагающей правды человеческой, он помог подчеркнуть боль, которая была совершенно необратима и которую мы все ожидали. Вот. Ну и опять же, мне показалось, что музыка была очень правильная и она очень хорошо отражала эмоциональную сторону фильма. Я скажу насчет детей и насчет вещей там. Ну, возможно, там как-то показалось человеку все может быть. Но я хочу сказать, что вся одежда, вот которую вы видите на этих детях, она была специально порвана, разорвана, отфактурена, закрашена, перекрашена несколько раз с художниками, чтобы придать такой обветшалый вид, потрепанный. И вся одежда была не с их размером. Вера ставила такую задачу. И девочки, и художники ходили специально на такие рынки, где продают ношеные вещи, ну, типа блошинок, вы знаете, эти рынки. И покупали старую одежду, еще ее ставили и так далее и тому подобное. Из кусков шили какие-то им там тулупчики. В общем, ну вот мы старались, по крайней мере, мы старались, чтобы это все имело такой, ну, вид соответствующий. Я хочу сделать вот такой мостик небольшой. Мохи это будет помнить очень давно. Давно, это как лет 25, нет, лет 20, года 24 тому назад, когда мой первый, он с ребенком, когда мы сюда прилетели, Мохи, у него были замечательные друзья. Рус Босуэлл в Лондоне, это BBC-продюсер, с мужем, который, Грег, вот, с такой польской фамилией, очень давно это было, Мохи дружил с Рус, царство ей небесное, к сожалению, она давно уже, ее нет с нами на свете. И вот у меня был ребенок на руках и детская бутылочка. Это вот в ответ Мартину, значит, эта бутылочка, она где-то в другом месте мылась и так далее, но потом я ее кипятком ошпаривала, прежде чем ребенку давать еду. И тогда Грег сказал, ты как моя мама, у него мама была русская, замужем за британцем, британцем, который был послом в России где-то вот давно, он, по-моему, 39-го года рождения, то можешь себе представить. Так вот, я говорю, ты очень русская, ты вот очень русская. Я говорю, в каком смысле, вот ты, это же бутылка чистая, вот русские женщины, вот они обязательно в любой ситуации пытаются что-то, ну, не допустят, чтобы это было грязно, то есть для ребенка. Ну, в данном случае я, например, не увидела такой проблемы, да, наоборот, у меня ужас вызывали и свисающая одежда, и вот это все. И у меня есть, конечно, вопрос один серьезный, но прежде чем задать этот вопрос, я хочу посмотреть в сторону Кембриджа. У нас есть кембриджские наши коллеги, которые всегда приходят к нам на кинопоказы и поддерживают наши кинопоказы. Я хочу их поблагодарить за наше партнерство. И если у девушек есть какой-то вопрос или коммент, я хочу им предоставить такую возможность сейчас, прежде чем я что-то еще скажу. Если можно, да, я хочу сказать, очень рада видеть, спасибо за приглашение, Любовь, очень рада видеть Наталью. Вот мы познакомились в 16-м году, как раз на показе фильма «Тве женщины» в Кембридже, вот и была честь для нас встретить, Вера Луголева тоже. И потом, два года назад, мы показывали фильм «Нечужие». И вот что действительно, я, к сожалению, не смотрела фильм «Одна война», очень мечтаю посмотреть, обязательно посмотрю, дадите нам возможность. Но что я хотела сказать, что вот звучало здесь, что во всех фильмах у Веры есть надежда в конце. И это действительно, это потрясающе, потому что какую бы тяжелую ситуацию она бы нам не преподносила, все равно заканчивается этот фильм на дно этих надежды. И это очень сложно. Я думаю, музыка здесь, в том числе, музыка потрясающая, я хотела сказать, благодаря композиту, она действительно где-то приводносит нас на какой-то другой уровень восприятия проблемы. И воспринимая эту проблему более глобально, что она общечеловеческая. Вот я вот это вот хотела сказать, что... Спасибо вам большое. Синя, спасибо вам большое. Мы всегда рады, вот и с Верой были, и вообще дружим с вами, гордимся этой дружбой с Кембриджем. Там замечательный город. И я хочу сказать, что вот сейчас, буквально уже могу об этом говорить, потому что подписан договор, значит, на музыку из фильма «Двух женщин» будет поставлен балет на будущий год. И он будет называться «Две женщины». И будет он в репертуарном театре Уфы, города Уфы, где Нуреев начинал свою балетную карьеру, знаменитый театр. И, скорее всего, это будет осень следующего года, когда мы будем отмечать 65 лет Вере. И у нас будет такой даже мини-фестиваль, потому что сейчас готовится большой документальный фильм, который будет показывать первый канал. И будет вот этот балет, и еще много чего будет. Да, мы еще, вот что, мы еще будем показывать отреставрированный фильм, первый «Верон» дебют на большом экране. И она его сама не видела, между прочим, на большом экране. Мы нашли его в архивах, и нам дали возможность показать его. Это очень интересное кино, я видела. Но то, что я видела, это было, знаете, на кассете, на битакам, когда мы с ней познакомились, и она говорит, ну вот, посмотри. Она как-то так относилась, ну, как бы, ну, так себе. Ну, посмотри там, если хочешь, ну, посмотри, что это за кино. Я посмотрела, говорю, слушай, прекрасное кино, прекрасно создала атмосферу, хорошее кино. И вот так вот, и пошло-пошло. Но она вот не видела на большом экране, а мы увидим, вот, к сожалению, без нее. Так что вот желание. Ну, ты же понимаешь, что Вера присутствует, и она все увидит. Это я когда тебе сказала, Наташа, мне Вера очень помогает. А ты мне ответила, она помогает нам всем, она все время с нами. И здесь для тех, наверное, будет интересно всем знать, что символизируя вот такую поддержку Веры и присутствие Веры на нашем кинофестивале, мы создали, утвердили или учредили, как правильно сказать, награду ее имени. И с 2018 года мы награждаем самых одаренных молодых кинематографистов, наградой имени Веры Глаголевой, статуэтка имени Веры Глаголевой. В 2018 году получил Константин Фам за свой фильм «За тревогию». А в 2019 году получил Битоков, тоже молодой, Владимир Битоков, молодой кинорежиссер за свой первый фильм «Глубокие реки». И в этом году мы будем тщательно отбирать. Конечно, мы сегодня очень ждали Анночку Нахапетову, которая прилетала к нам вручать эти награды. У нее с интернетом плохо, к сожалению, но она нам обещала, что в этом году прилетит в Сочи и снова будет вручать. Кстати говоря, в этом фильме играла и внучка Вера. Да. Очень красивая девочка и удивительно. Конечно, у них уже генетически это все заложено. И мой вопрос может быть вот такой. Он тебе, прежде всего, Наташа, и, может быть, тоже к Марине. Что такое политика и история для кино? И что-то, что важнее отобразить, на ваш взгляд, сегодня ведь эту тему, женскую тему, и вот эту, можно сказать, запретную тему, когда ее озвучили, и кто первым озвучил? Мне кажется, Вера. То есть когда художник, режиссер, продюсер и сценарист объединились, и, конечно, этот фильм получил более 30 международных наград. Он был российским комитетом выдвинут на Оскар, на Академии. И это потрясающе. Это говорит о том, что в нашем обществе российском мы уже научились на себя смотреть. Да? Вот о чем говорят эти все награды. Вот о чем говорят. Потому что все-таки же, если мы сами себя не критикуем, если мы сами не смотрим на себя, как на зеркало, значит, наше общество можно считать очень отсталым обществом. Я считаю, что создание этого фильма, прорыв этого фильма, такие многочисленные награды. И что символично, три женщины, значит, сценарист, кинорежиссер, продюсер. То есть как это красиво, как я вами горжусь. И теперь вопрос, пожалуйста. Любочка, я постараюсь коротко ответить. Дело в том, что политики мы вообще старались с Верой не касаться. Это как бы дело грязное, так скажем, да. А вот то, что хотелось все-таки рассказать об этом, об этой истории и коснуться истории войны и сколько горя она принесла. И когда мы с Верой, значит, ну была сделана картина, и мы с ней поездили по многим международным фестивалям и посетив много стран, и мы поняли, вот, например, во Франции, что была такая же практическая история, коллаборационизм, это до сих пор не заживающая рана во Франции. И что было удивительно, к нам после просмотра подходили женщины и говорили, что мы помним это время, когда мама брала меня за руку и вела на площадь, и там были женщины, их возили на грузовиках с бритыми головами, они были в связи с немцами и так далее. И то есть я хочу сказать, что оказывается, эта история не только в России. У нас в России это было гораздо жестче, как всегда, понимаете, вот. Это как бы первое, тема интернациональная, скажем так, это первое. Второе, значит, дело в том, что, собственно, мы с Верой много раз пытались себе ответить на этот вопрос, а что, собственно, почему вот мы сейчас говорим об этом? Не только потому, что это прекрасный сценарий и там интересная тема. Мы еще с ней, как бы, говорили, и она как автор в первую очередь, потому что мы хотели посмотреть на эту историю, которая происходила 60 лет тому назад, как минимум, с точки зрения дня сегодняшнего. Я понимаю, что в то время, когда была война, когда она только закончилась, когда столько жертв, сколько инвалидов, сколько раненых судеб, семей и так далее, наверное, наверное, было отчасти оправдано такое непрощение этим самым женщинам, которые пошли на связь или там по ошибке, или по любви, или там по разным другим обстоятельствам. Ну, может быть, еще не пришло то время, чтобы их простить. Но сейчас, спустя 60 лет, 60-65 лет, мы же можем с каким-то сочувствием хотя бы отнестись. Это же все-таки наши прабабушки, это наши бабушки, которые были маленькие. Вот это было, и мы с Верой считали, что именно так. Но, но хочу сказать, что после того, как наша картина вышла, мы поняли, что, наверное, еще рано говорить о прощении, потому что мы тут же получили письмо от ленинградских коммунистов, которые написали, что, вы знаете, надо Веру Глаголеву лишить всех наград. Никакая она не народная артистка, она своего рода предательница, что она сняла такую картину. Вот, то есть я хочу сказать, наверное, время прощения еще не прошло. Вообще, тема войны у нас в нашем, как бы, кинематографе, в российском, она достаточно табуирована. Ну, да. Можно я добавлю? Да, Маришечка. Можно, да? Понятно. Я совершенно согласна с тем, что сказала Наташа по поводу того, что время до сих пор, вероятно, не пришло. Но хочу сказать, что вот для меня, как для автора и для Веры, как для автора, я думаю, так же и для Наташи, как для продюсера, было важно сказать об этом. Потому что человеческая история, на мой взгляд, она гораздо шире, чем понятие человеческой истории, гораздо шире истории политической. Потому что политическая история совершенно исключает индивидуальность, совершенно человеческий фактор в ней исключен. и совершенно другие представления о том, что правильно и неправильно. Но мы, прежде всего, люди. Людям свойственно ошибаться, людям свойственно жить. А война — это такое время, когда люди, как сказать, не имеют другого времени на то, чтобы любить, взрослеть, совершать ошибки и так далее. И когда мы начали об этом говорить, 20 лет назад, это было страшно. Говорить об этом, потому что люди кричали, что этого не было. Потому что они были воспитаны действительно советским кинематографом. Единственным исключением, в котором был фильм «Летят журавли», когда говорилось о другой войне. И люди считали, что война — это только лишь правда сражений, окопов, победы и чего-то другого. Но, опять же, я повторюсь, что половина населения нашей страны знала и другую правду. И заговорили о ней только 20 лет назад те люди, которые еще были живы, которые считали, что они должны это рассказать нам. И я считаю, что они передали нам эту эстафету, и мы, в общем-то, обязаны... Мы сделали антивоенное кино. Там Зануся, Наташа, помните, спрашивал. Да, он пришел и сказал, вы сделали военное кино или антивоенное? Конечно, антивоенное, сказали. Но он сказал, я вам страшно благодарен за это, потому что любое кино о войне таким и должно быть. Вот. Поэтому мы видим в этом свою миссию, и, думаю, Вера в этом видела ее. Вот. Даже если мы это не формулировали до сих пор и как-то, как сказать, не кричали об этом, то она такова. Мы против войны. Мы против того, чтобы люди погибали. Против того, чтобы женщины были... Ну, сами понимаете. Вообще, Вера любила рассказывать истории, например, фильмы «Чужие» в этом же ряду. Истории маленьких людей, понимаете? Из которых складываются палитры всей страны. Вот это очень важно. Спасибо. Лубаша, could I add something here? Yes, of course. Yes. I mean, I know the film was made, as mentioned, 11 years ago. But I felt it could have been made yesterday. I mean, it's like a timeless... It has a timeless feeling about the film. Because of its humanistic themes. These themes are present with us today. They are... They preoccupied us today. Спасибо, Мохи, большое. Спасибо большое. Мохи, это интересно. Интересальность и то, что никогда не уходит время этого фильма и его могли снять сегодня тоже. Я еще хочу сказать, у нас особое сфере было отношение к этой картине. И мы все время с ней шутили и говорили, что нам удалось как бы окончательную точку в своем решении поднять участие в нашем следующем проекте «Две женщины» и Рэй Файнс. Дал после того, как он посмотрел фильм «Одна война». Вот он его посмотрел. Это потрясающе. Я готов отдаться этому режиссеру и делайте все, что вы считаете нужно. Это пропуск, это наш пропуск. Это потрясающе. И я не могу не спросить, поскольку мы сказали, обозначили тему «Одна война до и после», да, то какие у вас сегодня планы, что вы сейчас планируете делать, если можно, работаете ли вы с Мариной вместе или нет. Какие у вас планы, Наташа? Ну, Марина сейчас стала кинорежиссером. Она сняла короткометражный фильм, который успешно везде показывается. Она сейчас сама расскажет. Вот. С Мариной мы пока не работаем, но все еще впереди. Мы сделали три проекта. Нет, ну я имею в виду по большому фильме. Вот сейчас вот, да. Да, так, нет, нет, в данный момент нет. Я сейчас работаю над двумя дебютами. Один из Якутии, будет рассказывать про якутскую там женщину, а второй с Африкой связанный проект. Вот это два таких больших. И еще большое кино и так далее. Ну, то есть вот работы много. На самом деле очень прибавилось много работы вот в коронавирус, в самоизоляции, потому что много читаешь и так далее. Вот Вильям, которые будут про веру на будущий год. Вот балетом тоже много занималась. Вот сейчас только какие-то там поставленные точки, уже можно немножко вздохнуть. Вот, ну, работы много, как у всех. Спасибо вам огромное. Мы сегодня, конечно, мы бы хотели делать серию и разговаривать, и встречаться. Это все очень-очень интересно. Но по нашей просьбе и по многочисленным просьбам Наташа согласилась и уговорила других, от кого это зависит, чтобы фильм еще раз показали завтра. Поэтому завтра целый день опять будет одна война. Поэтому, пожалуйста, известите тех, кто не услышал, пусть смотрят. Ну, а я хочу попрощаться со зрителями. Но не прощаться, потому что мы продолжаем этот разговор. И с удовольствием мы ждем вас всех на наши следующие встречи. Следующая встреча будет не менее интересной. Мы будем встречаться с Владимиром Хатиненко, который снял новую интерпретацию исторического периода революции в России. «Ленин фактор» называется его фильм, который должен был в Кембридже пройти. Но он пройдет онлайн. А чтобы знать, что мы делаем, что мы показываем и о чем мы рассказываем, и что мы планируем делать на нашем кинофестивале в этом году с 3 по 7 ноября в городе Сочи, то, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал, подпишитесь на наш Instagram и на Facebook. И вы первыми будете узнавать все новости. А на этом я с вами прощаюсь. Я всех вас благодарю и до следующих встреч. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо всем. Всем привет, да. Всем привет.